У нас в заводском районе только три гимназии. И наши дети, которые хотят учиться в гимназии, они, к сожалению, ездят в центр. И это при том, что в районе есть еще одна гимназия, 25-я. Ее закрыли около 30 лет назад. Обещали реконструировать, но решение вопроса затянулось. И только сейчас здесь строят новый корпус, ремонтируют старый. И в этом заслуга в том числе Николая Ковальчука. Полжизни он прожил в этом районе. Бесхозяйственности не любят. И когда коллеги из профсоюза литейного завода попросили представлять не только их интересы, но и целого района, отказаться не смог. Так стал депутатом. При проведении сессии я непосредственно поднялся. На сессии присутствовал мэр города Шорец. Он заинтересовался этой проблемой. И благодаря этому, конечно, и в этот вопрос двинулся. Не ради выгоды и собственных интересов. Депутат местного совета – это тот, кто готов жертвовать своим временем для блага других. Опытный работник или управленец, а значит старше 18 лет. Живет или работает в определенном районе, а значит знает его проблемы. На нынешних выборах таких более 22 тысяч. Хотя депутатских кресел всего 18 тысяч. Здравствуйте. Здравствуйте. Дверь в этот кабинет закрывается редко. Директор гимназии Ольга Смирнова – действующий депутат. За четыре года, говорит, вместе с коллегами в районе удалось решить десятки проблем. От реконструкции магазина до новых парковочных мест. И это мотивация баллотироваться еще раз. Когда удается сделать даже самое маленькое дело, которое идет на пользу даже одному гражданину, я уже не говорю о целой группе или целом доме или улице, это дает колоссальный положительный заряд. Ее соперник по округу. Хоть уже более 12 лет войти в отрасли с житейскими проблемами сталкивается едва ли не каждый день. На год больше трудового стажа – стаж общественного деятеля Компартии Беларуси. Депутатское кресло поможет шире охватить те же обращения по вопросам в сфере ЖКХ, трудоустройству, а также юридической и правовой помощи. Нужное количество подписей собрал довольно быстро, но это пока ни о чем не говорит. Конкуренция ощущается. По моему округу я вижу, что идут сильные конкуренты. И это видно по пикетам, когда мы выставляем, что рядом есть наши конкуренты. Но я хочу сказать, что это и хорошо, то есть конкуренция, она заложена в основу демократических принципов и принципов выборов, которые сейчас проходят. Как истинный дизайнер Светлана Яценко и в роли депутата мечтает внести в будущее страны свои элементы декора, чтобы изменить ее к лучшему. После нескольких лет учебы в Европе вернулась в Беларусь. Говорит, любой человек нужен там, где родился. Каждому человеку, который здесь родился, ему имеет смысл подумать, что я могу сделать для того, чтобы хотелось жить в этой стране. Мне хотелось жить в этой стране, в моей семье. Поэтому существуют политические партии, поэтому существуют такие политические институты, как представительство, как депутатом стать в каких-то там органах власти, чтобы что-то попробовать поменять. Кто из троих будет депутатом 43-го избирательного округа, станет известно совсем скоро. Сейчас у кандидатов самый активный период. Встречи с избирателями, пикеты, агитация. Кандидаты, которые уже выдвигаются, они как минимум активную какую-то жизненную позицию имеют. Это априори, так не бывает по-другому. Поэтому если к их же позиции еще прибавится здравый смысл, то в принципе больше ничего не нужно. Молодежь тем более, что идет во власть. И чтобы она посмотрела, что нужно для народа. Я считаю, что кандидат должен знать, чего он хочет, чтобы им в чем-то помог. Между тем, некоторые кандидаты еще до выборов сошлись дистанции добровольно. При этом в стране нет ни одного округа, где не осталось бы ни одного претендента на депутатский мандат. В том же городе Минске я могу сказать, что кандидаты за собственные средства создают избирательные фонды и делают рекламную продукцию. По сравнению с тем, что было раньше, я могу сказать, что этот процесс у нас модернизируется, кандидаты становятся все более активными. И пикетов у нас достаточно много. Есть жалобы определенные, но я могу сказать, что значительная часть, практически почти все, как мне припоминается, являются необоснованными. Сегодня глава Центра избиркома встретилась с преподавателями, студентами и представителями участковых комиссий Центрального района столицы. Речь в том числе об участии избирателей в выборах. Всего в списке включены почти 7 миллионов белорусов. Чтобы на участки пришел каждый, на местах проявляют креативность. Одно из проектов, которые мы презентовали в Центральном районе, каждый участок у нас будет с определенной программой. Начиная от семейных каких-то мероприятий, заканчивая какими-то специфическими, даже медицинскими какими-то проектами, которые мы реализуем совместно с медиками района. По мнению экспертов, белорусы становятся политически более подкованными. Об этом говорят и исследования. В том же Центральном районе Минска о предстоящих выборах еще месяц назад знали 84% респондентов. Такой уровень осведомленности, он говорит о определенной заинтересованности. В выборку, в выборочную совокупность попадали люди случайно. Интервьюеры шли в каждый пятый дом, в каждую пятую квартиру. А в квартире выбирали респондента по ближайшему дню рождения. Местные выборы в Беларуси пройдут 18 февраля. Досрочное голосование начнется 13-го. Эксперты прогнозируют высокую явку. А как иначе, от этого выбора зависит качество жизни там, где живет каждый из нас. Влада Корницкая, Анна Катикова, Андрей Александров, Александр Автухов. Наши новости ОНТ.